Дрифттрайк Наша сегодняшняя передача будет вдвойне полезна, потому что кроме темы дрифттрайка, мы узнаем, что творится на ледяном покрытии, которое находится в пределах города Москвы. Оказывается, что лед для зимних тренировок используют абсолютно все, причем начиная от маленьких детей двух-трехлетнего возраста до пенсионеров и гонщиков с большим стажем. Дрифттрайк Сегодня я постараюсь покататься на максимально возможном количестве вот этой разнообразной шипованной техники, но главное, конечно, что меня интересует, это дрифттрайк. И Алексей Смирнов, надеюсь, научит меня на нем ездить, давая угла и в правых, и в левых поворотах. Дрифттрайк Во многом благодаря спортивному коллективу GMC, выступающему на питбайках во всевозможных модогоночных дисциплинах и даже организовавшему свое трюковое шоу, продвигается тема дрифттрайков. Знакомимся, пробуем, газуем! Дрифттрайк Пока мы знакомились с дрифттрайками, вокруг нас гоняли на маленьких жужжащих, но при этом самых настоящих протоциклах подрастающие гонщики-юниоры. Давайте пообщаемся с самыми юными, но далеко не самыми медленными участниками нашей сегодняшней тренировки, пилотами школы Смирнов Рейсинг Скул. Меня зовут Марк, мне 5 лет. Я занимаюсь мотоспортом. Я занимаюсь один год. Я ездил в Сочи и участвовал в гонках. Почти всех моих друзей гонял. Даже не знаю, что тут еще можно добавить. Вы все видели сами. Это чистый зимний фан. Удовольствие просто безумное. А самое интересное, что ты непосредственно можешь наблюдать, как из маленьких детей получаются взрослые сильные гонщики. Все начинается вот с таких штук. А на этом на сегодня все. Счастливо!